Беларусь и ее место в шмат-полярном свете. В Гомеле сегодня прошел семинар по этой теме. В роли спекеров выступили депутаты Палаты представников Андрея Савиных и Олег Гайдукевич, а также профессор Академии Министерства внутренних справ Александр Ивановский. Санкции, консолидация громадства, формирование шмат-полярного света. За мальчатые выходины обмеркованы самые разные вопросы. Дмитрий Котов протягнет. Сейчас складанный период не только для нашей страны, но и для всего света. Мы видим глобальную трансформацию. Об этом в своем выступлении говорит дипломат с 30-летним стажем, старшин постоянной комиссии по международных справах Палаты представников Андрей Савиных. По словам парламентария, с выклиным свет разбирается и поступово отбывается переход до модели шмат-полярного света. Это вызначает свои экономические, политические и военные умовы. Супроводжается разностайными негативными тенденциями, повеличением колькости локальных конфликтов и початком гандлевых войн. У приватности – размова про санкции в относинах до нашей краины. Это первое – боротьба за зоны уплыва. И в умовах экономического сопростояния санкции это не присутствует. Угрозы – это всегда и возможности. Правильное управление угрозами позволяет обеспечить устойчивое развитие. Но это непросто, и мы должны очень четко понимать содержание этих процессов. Я думаю, что у Беларуси реально доминирующим сценарием является формирование евразийского экономического пространства как отдельного самостоятельного макрорегиона и полюса силы. Это союз с Россией, союз с странами Европейского экономического союза. Это создание собственной независимой валюты, собственного рынка и собственного разделения труда. На этой основе я убежден, у нас максимальные перспективы. До дискуссии долучился ведомый белорусский политик Олег Гайдукевич. И он запевнивая, меркование, что у Беларуси нема сябров ни на заходе, ни на усходе, помылковая. Как лидер либерально-демократичной партии и депутат Палаты представников, неодноразово отшел условию подтримки как от простых людей, так и парламентария из Германии, Аустры и Италии. И только особные политичные силы жадают заменить еполитичный вектор развития Беларуси. В условиях гибридной войны крайне важно, как работает весь идеологический аппарат, потому что лучшее оружие против лжи, которое льется на Беларусь, это правда. А правда должна быть с зубами, правда должна быть иногда с кулаками, правда иногда должна быть смелой. И таких людей в Беларуси очень много. И знаете, что самое главное разочарование тех, кто готовил переворот в стране? Вы знаете, что они увидели? Они увидели людей, которых готовы защищать страну. Очень много, это не я, их тысячи в Гомельской области, я объехал всю Гомельскую область на президентской кампании. Их тысячи, их тысячи в Витебске, в Могилеве. Вот это главное разочарование. Они увидели, что ничего не получится. Сустреша протягивалась каляча трех годин, и она не обмежовывалась выступлением спикеров. До разговора активно долучались присутные представники предприятий и громадских организаций. Задавали вопросы, выказывали свои думки. Дискуссия отрималась живой и, с оправдой, корыстной для всех. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель».